Всем привет! Смотрите как установить модуль ядра гипервизора KEMU KVM и менеджер виртуальных машин в операционной системе Linux. А еще как создать виртуальную машину с Windows и как восстановить данные с диска виртуальной машины KVM. Виртуальная машина на основе ядра KVM это решение для полной виртуализации с открытым исходным кодом для систем Linux. Подобно VirtualBox EVMWare, KVM это инфраструктура виртуализации для ядра Linux, которая превращает его в гипервизор. Гипервизор такого типа позволяет пользователям запускать изолированные экземпляры других операционных систем внутри хост-системы. Менеджер виртуальных машин это программа с графическим интерфейсом, которая нужна для управления виртуальными машинами. С ее помощью вы сможете управлять виртуальной машиной как локально, так и по сети, к примеру, по протоколу SSH. Если по каким-то причинам вы не можете установить VirtualBox или VMWare на Linux, вы можете попробовать KVM. Далее в видео я детально покажу как установить модули для полноценной работы KVM на примере Ubuntu версии 2004. Прежде чем приступать к установке KVM, проверьте поддерживает ли процессор вашего ПК аппаратную виртуализацию и поддержку KVM. Если в результате команда вывела результат 0, процессор не поддерживает виртуализацию. В моем случае можно продолжать установку. Для этого сначала установим еще один инструмент проверки, выполнив такую команду. И после проверяем возможность использования KVM, следующей командой. При поддержке KVM система выведет сообщение о возможности использовать ускорение KVM. При несовместимости система сообщит о невозможности запуска KVM. Перед установкой нужно обновить репозитории, выполнив команду apt update. И затем для установки необходимых пакетов KVM выполним команду install с именами пакетов. Программного обеспечения, обеспечивающего аппаратную эмуляцию гипервизора KVM. Конфигурационных файлов для запуска LibWirt в качестве системной службы. Программного обеспечения для управления платформами виртуализации. Набор инструментов командной строки для настройки Ethernet-мостов. Набор инструментов командной строки для создания виртуальных машин. Графический интерфейс и поддерживающие утилиты командной строки для управления виртуальными машинами через LibWirt. При появлении запроса подтверждения введите Yes. Нажмите Enter и дождитесь завершения установки. После установки пакетов KVM выполните команды, чтобы запустить и включить автоматический запуск при загрузке системы. Если менеджер виртуальных машин выдает ошибку перезагрузите систему. Теперь когда сервер настроен запускаем менеджер виртуальных машин командой sudo virtmanager или через меню приложений, кликнув по ярлыку программы. Чтобы создать виртуальную машину нажмите по значку компьютера в левом верхнем углу. В открывшемся окне выберите вариант установки виртуальной машины с помощью ISO-образа и нажмите Далее. В следующем окне укажите путь к ранее скачанному ISO-образу операционной системы, кликнув по кнопке Browse. Отметьте его и нажмите Choose Volume и Далее. Затем введите объем оперативной памяти и количество процессоров, которые вы хотите выделить для виртуальной машины. И в завершении укажите имя для данной виртуальной машины, после чего нажмите Finish. После виртуальная машина запустится автоматически и начнется установка операционной системы из образа. Детальнее о том как установить операционную систему есть отдельное видео на канале. Как известно, потеря данных является неизбежной проблемой любого пользователя ПК. Причины потери данных с виртуальной машиной могут быть следующие. Случайное удаление файлов, форматирование диска, виртуальный файл не смонтирован, повреждение в индексных файлах, неожиданное включение компьютера, неисправность гипервизора и т.д. Чтобы вернуть файлы виртуальной машины вам понадобится специализированный софт, который поможет вернуть утерянную информацию. Программа для восстановления данных. Для начала давайте рассмотрим где искать и как восстановить файлы самой виртуальной машины, если по какой-то из причин ее запуск невозможен. Не грузится операционная система, случайно были удалены или повреждены файлы. Чтобы достать файлы виртуальной машины с диска воспользуйтесь программой Hetman Partition Recovery. Программа поддерживает все популярные форматы файловых систем и поможет восстановить данные в случае удаления, форматирования, программных и аппаратных сбоев. Подключите диск к операционной системе Windows и запустите сканирование. Файлы виртуальных машин KVM вы найдете по следующему пути. Имя файла соответствует имени виртуальной машины. Это файл с расширением QCov2. Восстановите его в любое доступное место. Если у вас есть компьютер с операционной системой Linux, вы можете попытаться достать их без дополнительных программ. Файлы виртуальной машины подгрузите в менеджер, запустите и достаньте нужную информацию. Если по какой-то из причин загрузить виртуальную машину после восстановления не удалось или при запуске появляется ошибка, не беда, загрузите файл в нашу программу и восстановите данные с нее. Для этого в окне программы нажмите сервис «Монтировать диск». В открывшемся окне программы вам будет предложено выбрать тип образа диска. Ищем в списке название виртуальной машины, на которой была создана для соответствующего расширения файла. Далее укажите путь к папке с файлами и нажмите «Выбор папки». Программа подгрузит все файлы виртуальных машин, находящиеся в данной папке. Если вам нужны конкретные, снимите лишние отметки. Затем для запуска поиска данных кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». Далее выберите тип анализа. Для начала выполните быстрое сканирование. Как видите программа без труда нашла все файлы, которые остались на диске. Красным крестиком здесь отмечены те, которые были удалены. Кликнув по файлу можно посмотреть его содержимое в окне предварительного просмотра. Для быстрого поиска нужного файла здесь реализирована функция поиска по имени. Отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите «Восстановить». Укажите диск, куда сохранить файлы и нажмите «Сохранить». Как известно, виртуальные машины обеспечивают лучшую защиту от внезапной потери данных. Но все же, обладая большей безопасностью, данная технология не может обеспечить полной защиты от потери информации. В процессе работы могут происходить различные сбои программного обеспечения, неожиданные завершения работы, человеческие ошибки, такие как случайное удаление файлов или форматирование диска и т.д. При потере данных с виртуальных машин мы рекомендуем использовать мощный инструмент восстановления данных – Hetman Partition Recovery. Данная программа поддерживает большинство популярных форматов файлов виртуальных дисков. Пробная версия программы позволяет убедиться в ее работоспособности до покупки полной версии. Полная версия программы нужна только при сохранении файлов. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок Российской Федерации. Безумный путинский режим напал на мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию, пожертвуйте средством фонд, повернись живым. Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео и перечислите любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии.